Всем привет! С вами Игромания, War Thunder и новая рубрика PvP, или «Почему вы проигрываете?». Иногда мало рассказать, как правильно, надо показать и как неправильно. И к чему приводит? Чтобы больше не осталось вопросов, почему меня опять убили и почему никого не убиваю я. Чтобы не ругать игру за баланс или себя за кривые руки. Видеть свои ошибки и исправлять их. В общем, поехали! Итак, почему вы проигрываете на лёгких танках? Причина первая. Вы забыли, что ваш танк картонный. Что отличает ЛТ от других танков? Скорость и маневренность. Помните, что ради этого конструкторы пошли на то, чтобы пожертвовать бронированием и, соответственно, живучестью экипажа. Поэтому хорошая скорость — ещё не повод смело выкатываться на любого оппонента. Яркий пример тому — «Бульдог». Орудие пробивное, скорость и маневренность отличные. Всё это соблазняет идти на риск. Согласитесь, ну, прям вот так и тянет вылезти на М41 с подкалиберами и превратить там в пар в половину экипажа. Но нет. На практике такие эксперименты обычно кончаются билетом в одну сторону — в ангар. Причина вторая. Я незаметный, быстрый, раньше всех доберусь на точку. Да, лёгкие танки идеальны для захвата ключевых точек. Умелый танкист может на одних только захватах набить больше очков, чем его самый кровожадный коллега-снайпер, особенно в режиме превосходства. Однако захват точки в лоб возможен только в самом начале боя, когда вы уверены, что ни один противник не успеет туда раньше вас. Сразу после успешного захвата следует отступить и не на следующую точку, а вглубь своих позиций, где вас не достанет вражеский снаряд. Затем начинайте всё сначала под прикрытием своих. Ну, а если отступление решительно не для вас, будьте готовы к геройской смерти на передовой и не спрашивайте больше, почему я проиграл. Причина третья. Вы забыли о своей роли в бою. Многие игроки никак не хотят признавать, что лёгкий танк — это в первую очередь машина поддержки основных сил команды, а не её ударный кулак. С другой стороны, понимая это, даже хиленький М-22 «Локус» может быть полезен в высокоуровневых боях. А почему? Потому что главная задача ЛТ — своевременно снабжать команду информацией о перемещениях противника. Повреждать врагов ЛТ могут артиллерии. В крайнем случае — точечными выстрелами по модулям. Особенно ценна информация в городских боях, где шустрый танк, к тому же, трудно засечь и вовремя уничтожить. Причина четвёртая. Стационарный наблюдательный пост. Это небольшое следствие из третьей причины. Вы помните, что ваша роль — постоянно мониторить ситуацию на поле боя. Своевременная информация может помочь команде продавить слабый фланг или вовремя отреагировать на атаку. Но после того, как вы выполнили задачу на одной позиции, не стойте на месте, не осматривайтесь по сторонам, двигайтесь на новое место. Причём такое, откуда сможете наблюдать за врагом, а он за вами не сможет. И постарайтесь не стать при этом таким неуловимым джором, о котором все знают, но который никому не нужен. Причина пятая. Медвежьи услуги. Последняя причина. Часто можно наблюдать, как картонный танчик прячется за большущим тяжем и пытается из-за него постреливать, в надежде кого-нибудь убить. Однако он не понимает, что этими действиями создаёт помеху своему товарищу. Если тяжёлый танк окажется под огнём, он может не успеть вовремя укрыться и получит снаряд в корпус. А кто виноват? Конечно, наш самодеянный ЛТ. Достаточно быстрый, чтобы как раз успеть подлезть куда не надо. Вот как выглядел бы идеальный бой на лёгком танке. Возьмём, к примеру, реалистичный режим, восточная Европа, режим превосходства. Боевой рейтинг 4,3, а мы сами на М22 Локус. В начале боя рвёмся на самую спорную точку, за которую впоследствии начнётся основная борьба. Ближайшую захватят более медленные сокомандники. Нам там делать нечего. Приехали. Прячемся за любым маломальским укрытием и захватываем. Параллельно наблюдаем за врагами в режиме артиллерии. После захвата быстро уходим к своим на перегруппировку. Вот выкатывается ЛТ противника. Он явно не смотрел наше видео и рвётся в клинч к среднему танку. Один меткий выстрел в корне меняет планы атакующего. Что ж, теперь он будет с нами. Мы едем дальше. Проведём разведку следующей точки. Тихо по самому краю объезжаем оппонентов, стараясь лишний раз не мелькать в прицелах. Вот с помощью артиллерии засекли врага. Вызываем удар, а сами не стреляем, чтобы не раскрыть своих позиций. Можно написать в чат, что на точке находится такой-то танк у такого-то укрытия. И дальше смотрим, как товарищи на шерманах разбирают сурового зверя и берут контрольный пункт. Едем дальше, перемещаясь поближе к вражеской точке возрождения, откуда хорошо видны жалкие попытки противника отбить назад свою точку. Вовремя указываем товарищам на положение врага и тихо настреливаем по модулям, когда есть возможность. А тем временем силы противника угасают, и победа достаётся вашей команде. Good game, well played. Ну, вот как-то примерно так. С вами была Игромания. Играйте грамотно и до скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова